Здравствуйте, с вами влога Ничего Святого Сергея Пояркова. Я тот художник, который можно видеть каждого. Звонит с утра Микола Яновича Заров, говорит, слушай, я говорю, Поярков, что у вас происходит? Мы тут с Виктором Фёдоровичем перерывались. Смотрим новости, он с волоса дыбом смотрит. Он у меня сейчас трубку вырывает. Слышишь, привет, автомайданщик. Что у вас там происходит? Я вообще не понял. Что у вас там помело-замело? Что там этот Коля, блин, Абалонский себе позволяет? Что этот шлепер совсем обокланялся? Это что, он типа ментам телегу накатал? Это тот Коля, который себя ставил, мусолил за авторитетом? Это тот, который считался авторитетом Коли Абалонским? Это он пошел у ментов за помощью, блин, в ногах валяться? Это что происходит? Слушайте, ну мир рушится. Ну должны же оставаться какие-то понятийные вещи. Ну то, что мы уехали, ну это же не повод. Так на ровном месте сущится. Но ты, если Коля увидишь, так ты передай от пацанов, таких нормальных пацанов, стояковых, что Соня, что тут, господи, как его, Коля, блин, ну совсем без углы стал, что ли, без башки. Ну все, бывай. И, друзья мои, это прекрасное явление. Коля Абалонский, ну который, конечно же, борец за справедливость, вдруг где-то получил хорошенько по шее и начал писать заявление в милицию. Я, конечно, понимаю, что, ну мы дожили до времен, когда у нас бандиты дошли до того, что, ну я вообще не понимаю. Кстати, я не понимаю, о чем вы, собственно говоря, Коля не поступить в Академию милиции. Серьезно. Ну сказать, что он завязал окончательно. И вот теперь, ну он хочет стать полицейским. Ну а почему нет? Ну, ребята, ну у нас, у нас же ордена раздают эскортникам, эскортницам, клоунам. Вообще не понимаю, почему Коля Тищенко до сих пор без ордена. Ну как это? Почему у Коли нету количества, знаете, государственных наград? Чтобы выходил Коля такой, знаете, и на груди его могучий, одна медаль висела кучей. Ну, у нас же карикатурность тех, кто попали во власть, она просто какая-то запредельная. Я вообще не понимаю, вот как можно выпускать на люди вот эту безумную безуглую. Ну, во-первых, она копия жена Януковича, а во-вторых, она копия напоминает одновременно вот этих бабок из отрядов Путина. Там есть одна рыжая, но вылитая безуглая. Вы посмотрите, как, не стесняясь, нам выпячивают карикатурных персонажей. Зачем? Ведь это их, их затащили во власть. И самое интересное, что до сих пор никому во власти так и не пришло в голову хоть что-то поменять в позитивном смысле. Они почему-то находят исключительно вот таких вот моральных каких-то уродов и выставляют их вперед. Я долго думал, почему бы им, ну, для какого-то, ну, антуража, что ли, для впечатления, чтобы не так палиться, но не выбрать каких-то, ну, позитивных, нормальных, разумных, адекватных людей. И ответ, оказывается, лежит на поверхности. А какие нормальные люди захотят в это замазаться? То есть вы понимаете, что все, кто находится вокруг Зеленского, они его только хвалят. Они все ему говорят, что Владимир Александрович, вы величайший руководитель мирового уровня. Другого отношения к себе Зеленский не терпит. Ему с утра до ночи, вот все его приближенные, ну, может быть, разве что, кроме жены, говорят, что они сильно отдалились, но все состязаются между собой, как приятнее ему вылезать. И как только где-то ему не дали выступить, как только он получил отлуп от каких-то международных организаций, дипломатов, как только ему надавали по шее в политическом смысле, западные союзники, разозленный, обиженный мальчик-бубочка приезжает домой, и здесь ему зализывают вот эти вот его имиджевые раны дикой похвальбой. Я ни на секунду, ни на секунду не верю, что когда Зеленский летал в Оман, используя, кстати, самолет Патрушева, кстати, это был, по-моему, какой-то 20-й или 21-й его отпуск, за то недолгое время, когда он был на тот момент президентом, я также ни на секунду не верю, что на Зеленского не выходили, еще начиная с КВНовских времен, ФСБшники. Я ни на секунду не верю, что у того же Коломойского, и не только у Коломойского, нет убийственного компромата на Зеленского. И когда мне говорят, ну а какой на него может быть компромат, ну вот что, ну хорошо, ну там где-то спалят его, что он где-то что-то курил, нюхал, ну сходил налево, там еще чего-то. У нас же компромат не работает, у нас ни одним компроматом человека не убьешь. И я думаю, что просто количество этого компромата убийственно. Просто есть такие вещи, которые, ну, уже в определенном количестве непростябельные, то есть они неизвинибельные. И самое для него ужасное, это чем позже этот компромат вылезет, тем страшнее для него будут последствия. Если бы этот компромат, который на Зеленского, безусловно, есть, вылез, ну, где-то в героическом марте 22-го года, когда, ну, все были просто счастливы, что наша армия отодвинула врага от Киева, вот если бы вот в тот момент всеобщенационального единения на него вылез какой-то компромат, это было, пожалуй, вот то единственное время, когда у него была бы возможность, ну, как-то это максимально погасить. На сегодняшний день накапливается количество косяков. На сегодняшний день список того, за что придется отвечать, он не просто большой, он огромный. Ну, и поэтому при Зеленском именно и гужуются вот такие карикатурные персонажи, как Коля Тищенко, Безуглая и Ижи с ними. Я понимаю, что они та ширма, за которой Ермак, Татаров и остальные арахамии грабят Украину, не стесняясь ровным счетом ничего. Вот за этой карикатурной ширмой вот этих Коль Тищенко и Безуглых там творятся черные и страшные дела. И вот когда они вылезут, тогда эту шоблу всем колхозам догонят заслуженное наказание от украинского народа. И я очень хочу, чтобы это наказание было исключительно в правовом поле. Потому что только это дает нам возможность максимально быстро все-таки влиться в европейскую семью свободных стран. Но как оно будет в реальной жизни, поверьте мне, не знает никто. Поэтому напишите вы ваше мнение, как они будут выпетливать и как их будут догонять справедливые носители власти в Украине, а именно украинские граждане. Потому что власть в Украине по Конституции принадлежит народу. И обязательно на своей шкуре это почувствует зеленая команда. Не забудьте подписаться на мой влог, поставить лайки, оставить комментарий, распространить в соцсетях, если вы со мной согласны. А победа, друзья мои, будет за нами, потому что за каждым персонально из нас обязательно не зажавеет. Спасибо.